Сегодня я приготовил вам песенку, о которой меня давно просил Владислав Поляковский. А сейчас я хотел вам напомнить великолепную песню Вадима Степанцова. Белая бумага, синяя печать, Ты в письме просил поиск свой встречать, Ты из Диссельдорфа, я из Костромы, После ночи в Сочи не видались мы. Сегодня я сочинил песенку, которая является второй серией его песни. Написана она в стиле шансон, назвал продюсером с большой дороги. В общем, для тебя Владислав и, конечно же, для всех вас. Вы узнаете этот очаровательный голос. Второй мне нужен по работе, Второй мне нужен по работе, неудобно одному. А мы его второго выгнали за пьянку, А мой второй упал прямо у станка. Теперь один тяну я трудовую лям, За билеттенью с грыжею наверняка. Я мастера просил принять напарника по штату, Вакансию в газетном объявлении указать, И обещать хорошую зарплату. А тем, кто с вредной привычкой, отказать. Достойных кандидатов нынче мало, Но в кадрах подобрали резюме. Мужчина средних лет не пьет, не курит, любит сало, На должность эту претендент приемлемы вполне. Вот так напарника подкинула судьба, Все правда, что в анкете указал. Блондин, спортивен, выбреты, белесые глаза, Заинтеллигентен, гетеросексуал. Я две недели на него смотрел, Ни слова и ни взгляда поперек, Внимателен, смышлен, не бракодел, Но все равно понять его не мог. Не стал еще полмесяца и ожидать, И отходя от кассы в день аванса, Шепнул ему, пора потолковать, За рюмкой чаю и закускаю, Под майонезом от Прованса. Второй мне нужен по работе, Второй мне нужен по работе, Неусловно одному. Неспешно тек наш разговор, Я о себе поведал, что да как, Стандартный, в общем-то, набор. Его черед он начал так. Мой папа русский, мама немка, Самый с кострумым, И тут я брови сдвинул гневно. Два мира, два начала, две судьбы, Два человека в нем боролось ежедневно. Что русскому по кайфу немцу смерть. Немецкой скаридностью скована широкая натура. Мне русскому так хочется и выпить, и поесть. Мне немцу надо на диете сохранять фигуру. Так русский не люблю капитализм. Мне эти зубы из окулии пасти вырвать надо. А немцу ни к чему. Такой максимализм довольно домика под сенью сада. Я вспомнил эту тему и этот сюжет. Вадим напел ее тому лет двадцать. Ромео Костромской дал отрицательный ответ. Но Мэтхен в положении пришлось Ванюше сдаться. Их плод любви сидит передо мной. Два чувства рвут меня на части. Два деда у меня загублены войной. И все забыть уже не в нашей власти. Я б задушил Йоганныча своею левой рукой. Пуста в Уста Иванычу дышал бы в рот. А правый массаж бы делал непрямой. Спасал бы русского, а немец пусть умрет. Второй мне нужен по работе. Второй мне нужен по работе. Неудобно одному. А после третий немец тихо сдулся. А русский грудь расправил на показ. Катюшу громко спел, ни разу не запнулся. Потом артиллеристы, Сталин дал приказ. На завтра встретились мы в кабинете у начальства. На старых дрожжах утром он по новой замесил. Как русский посылал всех трехэтажным матом. Как немец аргументы четко приводил. Потом он опустился вдруг до личных оскорблений. Со средством контрацепции начальство все сравнил. Тут не осталось у меня сомнений. Что русский немцы снова, как под Сталинградом, победил. Возьму теперь его я на поруки. Чтобы русские с немцем согласились на ничью. Перекрещу в китайцев, прекращу их муки. Второй мне нужен по работе. Неудобно одному. Второй мне нужен по работе. Второй мне нужен по работе. Неудобно одному. Х palace. Трехнадцатом. КОНЕЦ! КОНЕЦ! Субтитры создавал DimaTorzok